ЧЕРНОМОРСКИЙ ФЛОТ РФ Вооруженные силы Польши станут богаче благодаря удивительному отличному оборудованию, противотанковым гранатометам шведского производства. Еменские хуситы перебили 3 из 15 кабелей связи в Красном море. Поврежденные сегменты кабелей находятся в южной части Красного моря. Министр обороны Германии в опасности. Это ошибка. Серьезная ошибка, которая была допущена здесь и которая не должна была произойти. Спасибо, что смотрите. Спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте подписываться на наши каналы и не забывайте оставлять комментарии. Это очень важно и совсем не сложно. Поехали. ЧЕРНОМОРСКИЙ ФЛОТ РФ По крайней мере известно о более 10 каретах скорой помощи, которые на ближайшем участке суши были вызваны врагом. То есть эвакуационная операция все же проводилась. В разведке говорят также, что охотились на корабль давно и что его стоимость более 60 миллионов долларов. Россию нельзя переиграть числом, Россию можно переиграть умением. То есть когда используются такие нестандартные асимметрические методы использования инновационного оружия, то Россия к этому не готова. Мы помним еще буквально недавно, как уничтожались десантные корабли. И в районе Новороссийска, и опять же в районе Феодосии. Но это корабли были старые, они не приспособлены вообще относительно никакой защите. Вот этот Сергей Котов корабль патрульный, он новый, это самый новый корабль фактически Черноморского флота. Его ввели в состав Черноморского флота в июле 2022 года, то есть уже после того, как началась широкомасштабная агрессия против нашей страны. То есть корабль очень новый, там достаточно много аппаратуры, которая позволяет эти средства выявить. Может ли Россия заменить этот корабль, восполнить потери в Черном море? Мы спросили об этом у военного эксперта. Возможности и Керченского, и Севастопольских судоремонтных заводов фактически сведения нет. Речь идет о возможности использования крылатых ракет воздушного базирования в производстве Великобритании, Штормшедл и, соответственно, французских скальпов. А именно использование данных крылатых ракет воздушного базирования, фактически, если Луна нет, возможность проведения не то, что даже закладки новых суден, а и проведения капитального ремонта в сухих доках судоремонтного завода в Севастополе. Это, соответственно, и большой десантный корабль «Керч» и уникальные случаи с уничтожением подводной лодки в сухих доках Севастопольского судоремонтного завода. До этого подобных прецедентов в мировой истории не было. То есть, даже если россияне теоретически попробуют, скажем так, заложить на верфях новые разработки для нужд военно-мор... Соответственно, Черноморского флота Российской Федерации, это все будет нейтрализовано буквально в течение недели. Претислоцировать с Каспийского моря, единственное с сушей. Черное море, а именно черноморские пролифы Босфора и Дарданелла, они закрыты для именно военных кораблей Российской Федерации, согласно доктрины Монтре. То есть, Турция четко с 1922 года выполняет свои международные обязательства в моменте недопуска военных кораблей противоборствующих стран именно в акваторию Черного моря. Поэтому данный сценарий, он как минимум опять отпадает. Остается, соответственно, сухопутный. Но это затратная весьма операция. И вряд ли Российская Федерация согласится на подобный характер действия. Федеральный канцлер заявил, что против поставок каких-либо систем Украины. Но министр обороны в то же время получает информацию о возможности передачи Таурус от своих военнослужащих. Это идет вразрез со словами канцлера. Поэтому мы потребуем отставки министра. Обращение объясняется опубликованным в российских медиа якобы разговоре немецких генералов. Сам Писториус говорит, что вся проблема в том, что один из участников этого разговора подключился к нему по незащищенному каналу, а сами системы связи скомпрометированы не были. Это ошибка. Серьезная ошибка, которая была допущена здесь и которая не должна была произойти. Обсуждаемые секреты, насколько мне известно, жесты, являются управляемыми. Я бы сказал так, но это должны решать юристы. Причина, по которой этот разговор между офицерами ВВС мог быть перехвачен, кроется в ошибке отдельных участников. Не все участники придерживались процедуры безопасного дозвона, как того требовали правил. По имеющейся информации подслушивали участника из Сингапура. Он подключился через несанкционированное, другими словами, открытое соединение. Западные спецслужбы, возможно, причастны к убийству Сталина. Так считают в Коммунистической партии РФ. И теперь ФСБ и Генпрокуратура России по запросу КПРФ проверяют эту возможную причастность. Сталин умер ровно 71 год назад. После его смерти начался процесс реабилитации политических заключенных, а узники ГУЛАГа начали выходить на свободу. В сталинских лагерях день смерти тирана был самым радостным праздником. Эстония, Франция и Польша призвали срочно увеличить обороноспособность Европы. Об этом пишет The Guardian. Представители трех стран изложили свое видение реструктуризации как обороны, так и оборонной промышленности в отдельном документе. Мы участвуем в гонке со временем. Мы должны гарантировать, чтобы амбиции и стратегии были соизмерными и подкреплялись конкретными действиями, которые поддерживают нашу боеспособность. Стратегия, о которой говорится, имеет всего четыре пункта. Они глобальны, но нельзя сказать, что это что-то суперновое или неожиданное. Там предлагается улучшить долгосрочную способность оборонной промышленности ЕС, обеспечивать потребности вооруженных сил, стратегическую независимость и подобное. Увеличивать количество боеприпасов в странах-членах НАТО. Повышать конкурентоспособность в области технологий и инноваций. Все прониклись войной дронов. Поддерживать Украину и ее оборонную промышленность. Скорее всего, разработка займет много времени. Сейчас на это только начинает выделяться финансирование. А тем временем продолжается учение НАТО на севере Альянса. Войска форсируют Вислу в Польше, отрабатывая тем самым переход от обороны к наступлению и скорость реакции американских войск, как быстро они смогут прийти на помощь. Министр обороны Польши еще и похвастался новым приобретением. Вооруженные силы Польши станут богаче благодаря удивительному отличному оборудованию, противотанковым гранатометам шведского производства, на которое мы выделяем около 6,5 миллиардов злотых. Это один из самых важных контрактов на оборудование, которое было испытано в боях в Украине. В этом году Польша тратит на оборону около 4% от ВВП, поскольку стремится укрепить свои вооруженные силы перед лицом вторжения России. Вместе с тем об учениях НАТО и возможной стратегии обороны европейских стран поговорили с военным экспертом Дмитрием Снегиревым. Даже последняя инициатива правительства Чехии по поводу финансирования 800 тысяч снарядов для нужд вооруженных сил Украины моментально была решена коллективным участием наших стратегических партнеров. Несколько стран мгновенно откликнулись на подобную инициативу. И более того, правительство Чехии заявило о том, что в ближайшее время уже снаряды будут поставлены для нужд вооруженных сил Украины, что снимет с повестки дня такое понятие, как снарядный голод. Рейн Мэттл заявил о возможности создания предприятия по ремонту бронетехники на территории Украины, плюс, соответственно, завода по выпуску артиллерийских снарядов. И подобных предложений несколько. Тот же Байрактар заявил о возможности, не то что возможности, а о строительстве завода по производству беспилотников на территории Украины. Это примеры, которые уже свидетельствуют о расширенном характере военного сотрудничества с Украиной, не только в моменте поставки вооружения, но, соответственно, развития отечественного ВПК. Увеличение китайской армии беспокоит Японию даже больше, чем весь остальной мир. Серьезная озабоченность Японии легко объясняется. Китай продолжает увеличивать свои расходы на оборону на высоком уровне и быстро расширяет свой военный потенциал в широком диапазоне областей без достаточной прозрачности. Военные тенденции Китая вызывают серьезную озабоченность у Японии и у международного сообщества. Они представляют собой величайший на сегодняшний день стратегический вызов в обеспечении мира и стабильности Японии и международного сообщества, а также в укреплении международного порядка, основанного на верховенстве закона. Я считаю, что мы должны ответить на него, используя нашу всеобъемлящую национальную мощь и сотрудничество с нашими союзниками и странами-единомышленниками. Военный бюджет Китая вырос более чем в два раза за десятилетия пребывания Си Цзиньпина у власти, поскольку Пекин ужесточает свою позицию в отношении Тайваня и, по некоторым данным, готовится даже к военному противостоянию. 25% трафика в Красном море обвалились из-за перебитых линий связи. Четыре подводных телекоммуникационных кабеля из полутора десятков, соединяющих Европу, Азию и Африку, оказались повреждены. Первоначальный анализ показал, что поврежденные сегменты кабелей находятся в южной части Красного моря, подпадают под юрисдикцию Йемена. Интернет от этого не пропал, но перебои, конечно, чувствуются. Я надеюсь, что скоро все наладится и наши новости увидят и там тоже. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Жду ваших лайков, репостов, любой вашей реакции на этом и других наших видео. И не забудьте подписаться на канал, это обязательно. На этом все, до встречи и хороших вам новостей. Субтитры создавал DimaTorzok